Екатерина Волкова У нее модельное агентство и своя линия одежды. Актриса трижды была замужем. Воспитывает троих детей. И ты прекрасно готовишь, очень вкусно. Спасибо, наконец ты это заметил. Я когда показывали, знаете, там голубой огонек, там и выступления артистов, я всегда была под впечатлением номеров Аллы Пугачевой. Это в то время было, мне кажется, очень ярко всегда, драматично. В каждом ее номере была не только певица, но и некая актриса, которая рассказывала и рисовала какую-то историю женщины. Сильные женщины, женщины, которые любят. И мне очень нравилось это. Мама, значит, когда приходили друзья, знакомые, она ставила меня на табуретку. И, гордясь своей дочерью, я всегда исполняла разные песни. Тебе к лицу мой халат. Не к лицу ты. Меня пригласили, мы познакомились с Олегом Фоминым и меня как-то утвердили на роль. Вот. И я, естественно, пролежала в коме свое положенное время, причем периодически засыпала. Реально потом так боялась, сдрагивала, думаю, вдруг я храпанула. Очень стыд-то какой. Вот. Ну, спящая красавица, он, значит, там признавался в любви. И за время, пока мы там сидели в гримерной, там, потом мы ездили на Балдай, снимали у Саши на даче. Мы очень подружились. Вот. Но мне очень повезло, потому что он был ужасный бабник. У нас такая была плутоническая любовь. Нам удалось получить комментарий от владельца компании «Джиэс Групп», заказчика строительства торгового центра Вячеслава Андреевича. Владимир Владимирович, прокомментируйте. Я обещаю, мы найдем и накажем виновных. Я лично за этим прослежу. Скотина. Сдвиг по фазе, что называется, рождает очень много каких-то гениальных тем. Потому что, наверное, там и Достоевского, наверное, там, да, ну, сложно назвать не сумасшедшим. Собственно, у него есть столько много и произведений с этим связано. И просто для меня интересна природа сумасшествия. Знаете, вот, когда у меня подружка вдруг начала заговариваться, и я ей сказала, сейчас поворачиваем направо, она была за рулем, и она поворачивает налево. А я говорю, ты что, а ей 50 лет. Я говорю, а ты что, не знаешь, где право, где лево? Она говорит, нет, я забыла. И я думаю, а я вжимаясь в кресло, понимаете, думаю, так, звоночек. Ну вот, поэтому мне это интересно и в искусстве, и в жизни. Но я тоже все время думаю, не дай нам Бог сойти с ума. Простите. Это вы меня простите. Вы, кажется, хотели учить? Не хочу. Потому что там муж вернулся не вовремя. Один раз, когда у Сергея Соловьева я снималась по сильной сцене, и я там соблазняла мальчика, значит, юношу совсем еще, я уснула благополучно, потому что софиты, значит, мальчика пока куда-то отправили. Говорит, ну ты пока не вылезай, чтобы тебе там, ну, как-то не прятаться, не оголяться. Ну, и я уснула, меня пригрело как-то, и вдруг я во сне, значит, вижу, как будто я на реке Аке, почему-то я, значит, Таруса у меня, значит. И с другого берега мне кричат, Катя, Катя. И тут, Катя, проснись, сказал в мегафон. Я так просыпаюсь и думаю, боже, я заснула, реально. Ты зачем здесь? Вызовы к ней просто преследовать, я не могу больше ждать. Какая ты красивая. А, не на душе. Когда ты так говоришь, я просто теряю. Это хорошо. Мне это так хорошо, мне твои глаза. Это всегда очень большой стресс. Потому что это всегда преодоление. Всегда боишься как-то зайти за грань вот этой пошлости, да. Не до и перья. Поэтому и бывают не очень там тебе симпатичные партнеры. Это всегда... Ну, я имею в виду так, что может они симпатичные тебе так просто играть. А вот именно вот таком интимном... Это всегда стресс. Вообще наша профессия – огромный стресс. Вот и смена подрастает. Да. Слушай, вообще. Вчера посуду помыла сама, представляешь? Мамина помощница, да? Вообще. Ну, как давление? Хорошо. Молодец. Отнеси, пожалуйста, папочку туда на полочку. Ой, аккуратно. Лид. Ну, ты чего? Ты обязательно родишь. Ну, ты же лечишься. Кать, мы же врачи. Чего себя обманывать? Нельзя так. Нельзя поступать так с неопытными душами этих девочек, которые приходят в храм искусства, театр или в кино. Поэтому я ненавижу эту пошлость. Поэтому никогда, никогда у меня никто, никогда я через постель не получила ни одной роли. Я считаю, что это отвратительно. И я горда тем, что я всего добилась сама, без всяких протеже. 15 ноября на сцене ОКЦ выступит русский балет с постановкой «Лебединое озеро». Совершенно бесплатно ее сможет увидеть тот, кто первым правильно назовет имя и фамилию автора произведения. Номер для СМС на ваших экранах. СМС на ваших экранах.